нам для этого нужна вишня кинза базилик и чеснок у меня здесь вишни килограмм с косточкой пока что здесь кинза у меня на маленький пачок где-то 50 грамм и где-то 30 грамм базилика но ветки я с ветками вместе считала 30 грамм вот эти самые грубые ветки я буду убирать чеснок пока 5 зубчиков я поставила но буду смотреть может быть добавлю всего лишь три посмотрим как на на глаз скажу вам плюс сахар соль чуть попозже значит первым делом нам надо очистить вишню от косточек очищаю я руками приспособление не нужно потому что она нужно нам немножко помятая даже его некоторые давят либо бутылкой либо для пюрешки вот эти давилки либо этим чтобы сок вышел поэтому не паримся и вот так вот пальцем нажимаете косточка вылезает сделаю делаю вот здесь вот чтоб сока если будет стекать то чтобы лишний сок не уходил все вот такой вот он должен быть немножко придавленный я давить больше не буду он уже нормальный вот так вот там где вот его дырочка видно да вот оттуда она должна вылезти вот делайте все и так очень быстро потому что нам не нужно чтобы она как-то держала форму поэтому делаем это быстро вот так вот поэтому вот этой стороной вниз держим чтобы сок не вылетал не отлетал по сторонам делается это очень быстро очень легко и так называется он дыр мяча как немножко придавленный раздавленный прямой перевод он как можно как салат его использовать можно как и как соус как закуска в общем идеально подходит об основном вот летом можно его даже баночки не закатывать и летом она используется но вас шинкам подается если шашлык жирные то это примут как раз кисленький такой чтобы потом вам плохо не было от шашлыка как раз то что надо вишня к рыбе очень хорошо подходит очень к мясным и рыбным блюдом я вообще его просто так люблю как закуску потому что я кислое люблю очень получаете кисло-сладкий такой нарезаю не совсем мелко и не совсем крупно сюда это вот когда баночка откроете очень ароматно получается очень такое вкусная штучка у базилика отрываем тока листики сюда добавлю пока понемножку честно сейчас буду смотреть давайте вам опять 5 зубчиков чеснока такие небольшие зубчики и сахар на вкус сахара на чайная ложка меня крупная без йода для для засолок все хорошенько перемешиваем в идеале вообще руками надо перемешивать руками чтобы все хорошо перемешалось то что придавится сильно не надо придавливать конечно то что придавится ничего страшного она такая должна быть аромат конечно уже пошел вот в таком виде кто-то еще черный перец добавляет кто-то не добавляет я не буду добавлять вот в таком виде уже еще немножко придавливают ложкой чтобы сок вышел в свежем виде подают в ресторанах кстати дорогих ресторанов такую подают обычно вот мы будем значит на зиму за закатывать так оставлю где-то часа на два чтобы сок хорошенько вырешил дальше буду стерилизовать покажу дальше как пока оставляю вот так накрою чем-нибудь и будет она мне стоять это два часа два часа даже не два где-то полтора посмотрела я столько достаточно много значит банку я не стерилизовала но хорошо начисто помыла все равно будем баночки все стерилизовать аромат конечно просто открыла крышку и везде просто такой бешеный аромат вкусно прямо сейчас хочется съесть но и здесь дальше я скажу что например я вначале не попробовала вишню она была сладкая оказывается для меня вот эта чайная ложка сахара но я бы сделать чуть меньше конечно вы смотрите по вкусу соли для вас может быть даже больше допустим вы если вы не любите соленая все в соль сахар по вкусу товарищи не смотрите что я добавила там десертную ложку для вас может быть это много заранее говорю но для меня вот как раз нормально все заполняем банку я бы съел это очень вкусно Вот так вот стряхиваем, она опускается ниже. Посмотрите, сока уже сколько. Чуть-чуть утрамбовать, ничего страшного. Она еще осядет, когда будет стилизоваться, станет меньше. Я вместе с водой наполнила, поэтому вам может показаться, что сока на дне мало. Но здесь очень много сока. Сейчас вам покажу. Вот две такие 450 граммовые банки. У меня, видите, здесь вот половина банки это сок. Она еще вот, видите, поднимается, когда нажимаешь. Она здесь осядет, сока будет больше. После того, как мы закроем, еще появится здесь больше сока. Вот, видите, если нажать, она даже сверху вылезает. Все, теперь ставим стерилизовать. Значит, ставим в кастрюлю полотенце. Наливаем холодной воды. Обязательно холодная вода, потому что у нас банки холодные, сок холодный. Нельзя от перепада температуры банки могут лопнуть. Сейчас долью воды, где-то вот до плечиков. Больше не надо. Слишком много от кипения будет попадать внутрь вода. Все, ставим стерилизоваться. Вот, поставили на плиту. Закрыли крышкой. Ждем, пока закипит. Вот, кипение началось. Вот, с момента, как закипит, где-то 45 минут. От 45 до часу. Вот так вот можно стерилизовать. Потом уже закрываем крышку. Прошло у меня 45 минут. Видите, пузырьки поднимать. Значит, кипение внутри идет. Этого хватит. Я вытаскиваю. Посмотрите уже, сколько поднялось. Сейчас покажу вам. Вот, посмотрите, сколько сока. Воды вообще не надо добавлять сюда категорически. Вот так вот. Аромат очень приятный. Все, теперь закрываем. Пока горячие, надо сразу закрывать. Смотрим, чтобы нигде ничего не подтекало. Все, и переворачиваем. Даем остыть. И ставим уже в кладовку. Вот, представляете, вам сказала, это самое, проверьте крышки. И сразу моя же подтекла. Вот, первая, которая баночка, бракованная крышка. Видите, следы. Вот, поэтому будьте внимательны. Обязательно следите. Проверяйте полотенцем здесь насухо. Если сухо, значит, крышка хорошо закрылась. Если нет, то поменяйте сразу крышку на новую. И все. Вот так вот они выглядят. Ну, а у меня все. Всем пока-пока.